мальчики девочки дамы и господа дорогие мои подписчики и гости канала как и обещал публикую жестиковое видео о предновогоднем кошмаре те кто следит за моим каналом видели наверное мою большую предновогоднюю распаковку парфюмов в количестве пяти штук от бренда качал из магазина oriental точка ру в общем все это снималось ну вот по факту получения посылки это было 30 я напомню декабря прям предновогодний такой денечек и у меня он был сокращенный где-то трех часов и я еще такой думаю почта россии почта россии ну давай же с работой я хочу получить это в этом в 2019 году порадоваться хочу это же предназначен новогодний подарок вот и почта сработала 30 декабря все было в моем почтовом отделении 31 у меня был выходной я все это получил все распаковал вам показал и составил бутылочки вот бутылочки кстати ой сейчас я вам покажу оно тяжелое вот все блюдо блюдо если вам интересно это фирма мэпро италия я когда вижу всякие итальянские итальянскую посуду я не могу устоять и в америке это купил и все думал для чего же использовать до этого я использовал за пять лет всего один раз блюда когда ко мне пришли гости днем рождения меня поздравлять и с моим любимым тортиком и я по-моему вот на это блюдо тортик положил а теперь думаю ну чё блюду пропадать да вот они вот они 5 штучек да значит дайка думаю я под по тестю уже спокойно уже вот никто меня не видит по тестю беру первый парфюм который у меня сейчас я по цвету пытаюсь определить наверное это он даст совлаж который вот флагман считается негласный этой линейки серебряной от бренда качал дайка думаю попробую если вы смотрели внимательно видео посмотрите кто не видел я пытался там снять крышку она так туго отходила вот именно совлажа тут я значит снимаю крышку чтобы потестить и у меня вот это вот завальцовка вот это вот вместе с крышкой снимается я такой упс ну айди детеген буквально да бывало такое да с парфюмами с люксовыми с дорогими с нишами по моему тоже бывало снялась окей именно поэтому она туго шла потому что как-то криво там видимо сама завальцовка как-то боком полу застрявший была именно поэтому крышка вот как-то снялась туго и такой думаю ну нужно обратно надеть пытаюсь надеть ее вот 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 на на завальцовку она не надевается так просто а в итоге вот если вы видите зазорчик здесь маленький такой то есть нужно чем-то было на то есть пальцами вот так вот не хватало площади нажатия и я потому что нужно об стол это вот об край стола вот так и надавить но здесь слишком зазорчик маленький пришлось снять распылитель и давить 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 30 декабря весь такой воодушевленный я давил об стол вот эту завальцовку со всей дури она прям вот так туго шла и думаю странно как она вообще слетела но она видимо не до конца как это вообще не 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 прищелкнута была если она слетела а потом ее назад не могу надеть еле-еле с грехом пополам я ее додавил я ее надел думаю ну сейчас-то я пшикну и понюхаю как следует за тест чу я нажимаю я пшикаю и понимая что вместе с пшиком ну то есть пшикаю на бумажку вместе с пшиком у меня становится влажная рука и я смотрю весь флакон оловер как говорят да американцы у меня блин то есть половина пшика вот 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 воздух а половина вот все по флакону течет капает мне на руку вот то есть вот эти вот рельефная вот эта текстура все стекает сюда на руки на ноги и на пол даже я такой думаю блин как же стремно попался бракованный флакон однако но как это вот ни ко времени кстати думаю блин ну чё делать 30 декабря напомню звоню в магазин ориенталь там кстати я записал разговор как ну не думаю что что-то это даст там была очень вежливая женщина и сказала что сфотайте все опишите подробно причину что течет флакон и отправьте на имя директора по такой-то почте но учтите что мы только 9 теперь на работу выходим завтра мы 31 то есть не работаем и так далее и тому подобное я такой сижу и понимаю что а мне все новогодние праздники придется провести с вот этим флагманом текущим при всем понимании что он пойдет на замену что это еще директору высылать который принимает решение то есть который может решение какое-то и не принять и сказать что что-то сказать короче ну я же не знаю я же уже научен горьким опытом с матрешкой той же самым можете посмотреть видео котик ходит по моим тут причиндалом и трясет штатив кисонька давай поздороваемся гагарин идем идем поздороваемся с ребятами иди сюда иди сюда мой зайка иди сюда мой сладкий вот он и гагарин который на елся который напился от которого сейчас шерсть будет на моей черной майке шматками но он говорит привет ребята он вас очень любит вот думаю блин ну какой-то подарок очень смазанный думаю ну окей ладно в конце концов у меня есть еще целых четыре других парфюма которые меня тоже будоражат и мне хочется попробовать я беру следующий уже не помню какой ну скажем-скажем фида фида и пшика нужно ли мне говорить вам что случилось половина пшика на бумажку остальное все на пол на руки и на ноги серьезно говорю потому что пшики прям мощные очень у каджала я такой уже начинаю чувствовать неладное я такой беру салфетки чтобы все это вытирать потому что я понимаю что тут кот ходит по вот этим масляным пятнам не надо ему ходить и чтобы все это здесь пахло и все салфетками вытираю то есть у меня в одной руке от совлажа бумажка на которую я брызгал плюс салфетка который я вытирал и вот эти все потеки у меня уже от фида дальше я беру ну скажем сариф вот пшикаю и тут уже удивляюсь не так сильно когда течет все вообще мимо просто со всех сторон ну и так уже до кучи знаете завершаю четвертым из серебряной линейки да это а людей как вы догадались течет все мимо на руки на ноги и на пол вот хотите верьте хотите нет я такой сажусь то есть это было четыре парфюма из пяти потому что напомню вам смотрите четыре серебряной линейки и пятый вот вот этот вот вот этот он как бы не серебряной линейки он был единственным нет тестер дохал вот я такой сажусь на попу и начинаю думать что наверно ни один интернет магазин не поверит что я получил там пять флаконов из них четыре бракован и текут вообще мимо и во все стороны к этому моменту я уже весь а вот на бумажке то что на бумажку пшикнулась оно пшикнулась пахнет то что сейчас будет фредди крюгер там сзади видимо опа вот так ну вот засветился с моими бабушкиными обоями короче это во всем виноват гагарин никто мне не поверит что у меня все флаконы бракованы на вопрос самому себе а в чем дело почему так вот оно получилось я тоже ответить не могу потому что на пшика оно течет я начинаю пшикать повторно на на ту же бумажку у меня начинает повторно течь эти салфетки еще больше вымазываю я уже понимаю что у меня в квартире месиво стоит из ароматов что мне уже не до того чтобы что-то протестировать и понять какой тонкий там вот какие нюансы сливы и маракуйи мне уже не до этого я у меня уже все мешанина в носу мешанина в куче салфеток пол квартиры залито этим всем я в шоке просто ребят и и я понимаю что ну наверно нужно об этом я подумаю завтра и засыпаю таким относительно спокойным сном и 31 я собираюсь на новый год думаю ну нужно же что-то чем-то таким новеньким новиночкой попользоваться и выбираю совлажь пшикаю и ничего не течет как ни странно думаю надо же может быть что-то за ночь изменилось может быть это проклятие оно было только для 30 числа не знаю идем и иду на новый год новый год был тот еще никому из вас не пожелаю такого нового не встретил я роскошно то что было потом прочим мне же еще пока что не канал житейских каких-то перипетий вот когда немножко подрасту открою себе канал лайфу тогда обо всем и расскажу ну короче новый год был очень шустрый очень бодрый часов в шесть и вернулся домой там в шестом вот очень бодренько погуляли неважно если вы успели заметить по моему повествованию я не пробовал даже пшикать каджал дагаб как не пробовал я его пшикнул на самом деле я попытался снять первые впечатления распаковку первые впечатления вы их увидите на канале у меня будут в первые первые впечатления и последующие впечатления так вот когда я снимал первые впечатления я все-таки пшик ну вот холостые пшики а потом боли ну мне начинают писать мои фанаты подождите нужно включить мьют просто просто мьют и все проблема решена потому что я думаю ну это наверное тестеры вот какая-то партия фиговая что они вот так вот глючат ну а уж а уж вот этот который я распаковал прямо на камеру который я уже пшикнул к тому же но он там в норме и числа первого или второго я пытаюсь пшикнуть этим и что вы думаете вы правильно думаете все вот так вот по вот этой вот а я же понимаю она пластиковая на ней по золото вот это нанесенная и это все может же от спирта да от его большого количества все это может потечь облезть и так далее я судорожно все это вытираю и понимаю за что мне это проклятие вы представляете ребят ну это жесть просто это как и начинаю думать в чем же может быть дело я начинаю читать интернет рыть и поверьте мне особых каких-то вот четких примеров подобного что случилось у меня нет только лишь вот где-то на англоязычный ресурс base notes там один человек высказывал что я живу где-то там в горах в горном месте сша вместе парфюмы которые прилетают они типа текут а когда я спускаюсь со своей этой горы они у меня нормально начинают пшикать ну я то живу не на горе как мне быть то что мне делать то ну и со временем после кучи изведенных салфеток после того как я пропах всеми пятью ароматами сразу на несколько дней а у меня чудесным образом ароматы перестали течь какая прелесть какой чудесный новогодний подарок вы не находите тем более за те деньги да которые я отдал я хорошо что я там ориенталь не стал на эту тему окошмарить потому что представляете я бы выслал им тот же совлажь они бы его обшипнули может к тому моменту как он бы до них доехал он бы перестал течь они бы сказали а у нас ничего не течет вот я бы с ними скандалил и вот эту воду в ступе толок бы из всего этого а ну тут еще знаете такие моментики кстати что вот совлажь да тот же самый после того как я на об стол вот эту вот воротничок этот на придавил на завальцовку он у меня перестал вообще фиксироваться то есть вот смотрите смотрите оп видите он не фиксируется совершенно произвольно нападает сверху крышка вот так вот и я подумал что с этим же тоже не особо я подумал что представьте высылать в интернет-магазин сети оформлять вот да директору не директору все эти фоточки вот у меня то у меня все они захотят удовлетворять не захотят будут спорить скажут что вот ну подумаешь крышка там не защелкивается это же не брак ну и на самом деле это действительно такой полубрак потому что у меня есть вот крит например оригинал и тивер мне его лень просто вытаскивать у него тоже крышка вот абы как вот так вот и то что с завальцовки вот эта фигня сваливается это тоже случается то есть на моем опыте это не один и не два раза было поэтому ну как бы и потом ну я понимаю что я вышлю торматы я же хотел все их собрать у меня же вся теперь серебряная линейка от коджал я буду вашим главным коджаловедом теперь на русском ютубе главным ну и все и мысли мои зашли в тупик но к тому моменту я обнаружил например что вот фида вот это вот пластина да вот ее когда нажимаешь она вот так вот хоп не знаю вы видите или нет она короче ходит ходуном то есть она типа не приклеена до конца это одно потом на сарифе тоже она хрустит вообще если ее вот вот ее придавливаешь ухо слышит мое что она хрустит и на той же фида тогда я начал замечать что у меня после да не после а просто вот вокруг пульверизатора образуются то ли масляные потеки то ли жидкости потеки ну какие то потеки то есть как будто что то как будто пружинка ли подкачивает автоматом или что то там испаряется или я не знаю ну короче у меня все эти вещи стали происходить то их сильно видно то не сильно сейчас вот вы не увидите их конечно но не суть вот такой вот у меня был замечательный опыт с покупкой большого количества от одного бренда который вот не очень мне ну не очень я с ним был знаком не очень я с ним был на ты и тем более это удивительно что ведь вспомните если вы смотрели обзор на первый мой аромат от Каджал который я вот купил который я обзирал там качество было беспрецедентное там такое шикарное тиснение на коробочке там такая бутылочка там все идеально кстати говоря вот еще моментик о приклеенных вот этих посмотрите внимательно вот здесь отступ и здесь отступ и вообще вот вот и держу видите она наклеена криво и таких вот криво наклеенных о вот здесь вот вообще круто да кривулечка таких криво наклеенных они почти все криво наклеенные ну я так думаю ну на что боролись за что боролись на то и напоролись в итоге а сейчас вы видите я об этом с юмором даже рассказываю потому что течь они вроде как перестали все и плюс как я уже сказал я решил не обращаться в ориенталь потому что они вообще ни при чем даже вот это вот течь ну со всех сторон при первых пшиках при нескольких при не просто при первом пшике а при нескольких первых даже не так а я еще забыл вам сказать вот что что я все эти вот вот эти вот пипки я их все отдирал вот эти вот я их снимал очень они с трудом снимаются и я их вымачивал в спирте по нескольку часов это да я не знаю может быть и это помогло но мне что-то не верится не верится что у всех пяти из пяти заказанных парфюмов были засорены вот сопла обычно вымачивать спирт и чтобы вот это сопло от мокло ну якобы из засора сопла оно все через край начинает хлистать я не думаю что в этом дело было но ну как то вот оно нормализовалось с ориенталом я связываться не стал ни при чем они на самом деле ну я решился с брендом Каджал и хочу сказать вам что бренд очень клиент ориентированный и решили мы все полюбовно самым замечательным образом поэтому в итоге хэппи энд но новогоднего подарка как такового вы понимаете не получилось ребят я надеюсь это видео было вам полезным ставьте лайкосики они сами себя не поставят подписывайтесь на канал потому что дальше будет много и интересного и до новых встреч пока до новых встреч